ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да уйди ты! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так... Привет! Мы сегодня будем выращивать кристаллы. Мы находимся на балконе. Здесь, потому что так хорошо, так свежо, так тепло. Мы надели защиту специальную, чтобы работать с теми химикатами, которые тут находятся. Давайте посмотрим, что же это такое. Лучистые кристаллы. Набор для творчества. Великолепные кристаллы. Всего за два дня. То есть мы будем целых два дня снимать это дерьмо. Лучистый малиновый. В наборе карбамид с красителем. Поддон для выращивания кристаллов. Картонная основа и подробная инструкция. Итак, мы надели защиту перчатки, костюм, очки. Эй, респиратор нам не нужен. Мы будем все нюхать. При помощи данного набора всего за пару дней вы сможете вырастить удивительные красоты кристаллы. Кроме научного познания о протекании химических процессов, вы испытаете незабываемую радость создания прекрасного. Осторожно. Не предназначено для детей в возрасте до 10 лет. Избегать попадания химических веществ на кожу, в рот и глаза. Не допускать зону проведения опыта маленьких детей и животных. Открываем. Я не открывал. Предоставил это действие вам. Вместе со мной. Блин, надо почаще снимать на балконе видосы. Это прикольно. Чего я раньше не снимал на балконе? Из коробки пока ничем не пахнет. Так. Инструкция. Это что такое? Здесь, наверное, кристаллы будут лучистые. Какие-то палки картонные. И какая-то бодяга. Сейчас мы ее понюхаем. Короче, давайте почитаем инструкцию. Фу, а чем воняет? Какая-то тухлятина какая-то воняет. В настоящую серию входит 8 наборов с арсторами карбамида, окрашенными пищевыми красителями. Данное химическое вещество умеренно опасно, умеренно опасно для здоровья. При попадании в организм при вдыхании или через рот не вызывает остротоксического действия. О, круто. Можно нюхать. И при соблюдении правила обращения с набором не причинит вреда. Так что можно нюхать. Я люблю нюхать. А, это перчатки так воняют. Я думаю, что воняет? В случае вдыхания вывести пострадачу на свежий воздух. Ну, я уже на свежем воздухе, так что можно вдыхать. Для проведения опыта желательно теплое сухое помещение. Теплое и сухое. Но потом мы перенесем. Хотя тут теплое, но не очень сухое. В помещении с повышенной влажностью рост кристаллов значительно замедляется. Блин. У нас дофига влажности. Надо какой-нибудь шкаф, наверное, засунуть. Продукты питания и посуда с рабочего места должны быть удлинны. Ну, как раз делаем это, наверное, на балконе. Ребенку удобнее всего работать в фартуке или старой одежде, чтобы не бояться испачкаться. Рабочее место также должно быть накрыто. Ну, мы все сделали. Используйте для опыта только вложенное в набор химическое вещество. Не опускайте в раствор другие вещества во избежание неожиданной химической реакции. Давайте засунем кучу всего в этот раствор. Интересно, интересно. Что будет, если мы засунем все туда? Если что можно? Давайте уже начинать. Боже, что ж такое? Для работы дополнительно вам понадобится только линейка, ножницы и кусочек клеенки, на которые будете проводить опыт. Линейка и ножницы. Принеси линейку и ножницы. Установите поддон на ровной поверхности. Отрежьте от полосок картона два куска по 3,5 см и два кусочка по 4 см. Итак, ножницы и линейка по 3,5 см и два кусочка по 4 см. В наборе тут не сказано брать карандаш. Понятно? Мы не брали карандаш в руководстве. Все, мы действуем. Тут написано внимательно и здесь написано. Прочтите и делайте. Как тут говорится, я и делаю. Иди, не мешай. Так, 30... Блин, в рот попало. Вот, две полоски по 3,5 см и две полоски по 4 см. Ой, что-то криво как-то. Четыре раз. Так, 4,2 см. Блин. Хорош греметь этот эксперимент. В чем он там приехал? Драндулеть. Установите вертикально два коротких кусочка в крайнее углубление. Два длинных в среднее углубление. Как на картинке показано. Вот, показываю, как на картинке. И так, и так. Убедитесь, что они надежно зафиксировались. Надежно. Вылейте раствор в подставку. Допускается лить раствор прямо на полоске картона. Внимание. Оставьте на дне баночки немного раствора. Дайте ему полностью высохнуть. Выпавший осадок может потребоваться для ускорения роста кристаллов. Подставку с раствором поставьте в теплое сухое место. Не рекомендуется оставлять подставку под воздействием прямых солнечных лучей, так как вода быстро испаряется. Или кристаллы выпадут. Осадок прямо в подставке. А почему они не приложили конечный результат? Вылейте раствор в подставку. Выливаю. Как это? Правильно нюхать надо. Ничего не чувствую. Ничего не чувствую. Так она не пахнет. Не пахнет, блин. Никакого резкого запаха нет. Они говорят, ладно, давайте выльем. Хорошо. Как будто желе. Может это желе просто? Так, и что? Может надо было полную? Походу эти картонки должны питать все это дерьмо. Не на них должны вырасти. На картонках. Оставьте на дне баночки и немного раствора. Так у меня вон сколько их. Как ты? Как на дне баночек? Мне так вот дофига. Подставку с раствором поставьте в теплое... Не рекомендуется оставлять подставку под воздействием. В течение суток на верхних гранях картонных полосок должны появиться первые кристаллы. Если во время роста... Если через 24 часа после заливки раствора кристаллы не появились, поместите на верхней грани картона кристаллики из высохшатого раствора, ранее оставленного в баночке. Полностью раствор должен испариться и рост кристаллов закончится в течение 2-4 суток. Выросшие кристаллы очень хрупкие. При прикосновениях и при сильных порывах воздуха лучики будут обламываться и осыпаться. Поэтому в качестве игрушки набор вам не подойдет. Нахера иногда нужно. Все. Это все? Это все, да? Все, что мы должны были сделать? Ну вот, они пропитались, короче, раствором эти картонки. Вот так это все выглядит. Пойдем ставить в сухое место. А где же у меня сухое место? Ничего не пахнет. Пахнет только картоном. Встретимся в следующем отрезке моего видео. Как что-нибудь произойдет, я вам покажу. Так вот, мы поставили эту фигню. Надеюсь, это теплое и сухое. Концессы будут расти. Ну что, прошли сутки, и у нас какая-то херня. Что-то появилось. Чуть-чуть совсем. Это те самые кристаллы, что ли? Какая-то хрень. Как будто иний. Подождем еще, не знаю. Так, пошли вторые сутки. И где мои кристаллы, блин? Где мои кристаллы? Это что, есть кристаллы? Какое-то говно, блин, налеплено, как будто. Лучистые кристаллы. Вы только посмотрите. Ё-моё. Знаете что? И знаете что? Это третьи сутки. И это что? Оказывается, надо было вылить целую бутылку. Я вообще, я в шоке. Я просто взбешен. Как я должен был понять? Вот. Ё-моё. Как я должен был понять, что надо было вылить всю бутылку? Я думал, надо литься только вот в эти отверстия. По инструкции написано, как с этим обращаться, а как лить, написано, блин, две строчки. Вылить раствор в подставку. Допускается лить прямо на полоски. Как я, блин, должен был понять, что надо вылить весь раствор? Как? Ну, надо бы написать, вылить весь раствор в подставку. А не просто вылить раствор в подставку. Я, блин, неправильно понял. Скажите, я неправильно делаю. Уже прошло три дня. Что ты мне не сказала, а? Теперь заново придется делать. Надеюсь, все работает. Надеюсь, этот раствор не протух. Ну, блин, ну это пипец. Это вот фейл. Ну, что это такое? Ну, тут просто заново делать. Есть эксперимент на смарку из-за неправильно поданной инструкции. Блин, они приклеились. Как это вылить его? О, это вынулось. Говно, блин. Чистое говно. Неужели я такой дебил, а? Да не-не-не, не может быть. Пусть будет так, короче, насрать. Блин, как это... Ну, ты я лошара, а? А я-то думаю, что не так? Ну вот, мы сделали, залили. Я не думал, что... Просто я даже не мог подумать, что вот целая бутылка может полностью залить эту крышку, эту подставку. Логичнее подумать, что вот эти углубления, они для того, чтобы там был раствор. Нахера тогда эти углубления просто сделали? Могли бы и не делать эти углубления, а просто сделать вот такой конус, конусообразный, чтобы туда раствор входил. Ладно, короче, сейчас ставим эту херню обратно на полку, и будем ждать, сколько... Еще пару дней подождем, посмотрим, что получится. Надеюсь, мы вырастим эти долбаные кристаллы. Вот это второй день, после того, как я на панове залил. Вот. Ну вот это уже другое дело. Блин, они падают. Немножко все это прибавим. Лучистые кристаллы. Ну вот, и все получилось. Это как имя считается. Он легко опадает. Просто чуть-чуть дотронешься, и они очень-очень хрупкие. На хер такое дерьмо нужно вообще? Уже ближе к вечеру она вымахла жестко. Вот утром, вот, прошлый кадр, это было утро, а сейчас вот вечер. Вот такая херня вымахала. Да, конечно, я неправильно сделал в первый раз. Но ничего. Вот, смотри, как вымахало. Посыпаюсь я тут и смотрю, что тут получилось. Что тут получилось? Ё-пипец. Она приклеила. Смотрите, как... Что такое случилось? Только посмотрите на это. Это что-то... Пицца как-то спигачила просто за одну ночь. Как так-то на стекло? Даже перебросилось. Как так? Как это получилось-то? Целые деревья аж выросли. Я считаю, что можно закончить на этом. Мы достигли своего конечного результата. Они уже разрослись. Вот так надо было сначала это делать. Блин, конечно, я... Тупанул жестко. Вот напротив прекрасной картины. Будем заканчивать. Всем пока. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь, оценивайте. И готовьтесь к следующим экспериментам. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...